Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться» Вот таков наш закон Доброе утро, уважаемые слушатели Начинается программа «Добро пожаловаться» Председатель правления Товарищества центра консультации Собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко в нашей студии Здравствуйте И также первый председатель правления Рига Снаму Парвалдникс Эрвин Страупе Доброе утро Здравствуйте Также мы ждем, что с минуты на минуту присоединится к нам Айварс Гонтарев Который также был председателем правления Рига Снаму Парвалдникс Только в более позднее время Ну и мы продолжим Вот эту серию наших программ Я вижу по количеству звонков По количеству вопросов Которые приходили к нам в студию Вот вопросы сразу же Вот начинаются 6212-93D 6213-93D Связанные с Рига Снаму Парвалдникс Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте У меня два вопроса К двум людям Первый Фидорки Если он знает Скажите Вот эти счетчики Которые новые Которые позволяют удаленно считывать информацию Какой срок эксплуатации батарейки Которая встроена в них Потому что мне Сантехники сказали Что 3-4 года И батарейка уже Потом выходит из строя Она не меняется И надо счетчик менять заново И вот цена довольно высокая У этого счетчика По сравнению с простым И второй вопрос Представителю бывшего Рига Снаму Парвалдникса Почему до сих пор в счетах Выставляется сумма долга на дом Общая сумма долга на дом тех людей Которые уже в этой квартире И в этом доме не живут Квартиры проданы Новые хозяева платят исправно Долг висит на конкретной квартире В счете конкретной квартиры его нету Но в списках как должник дом есть И эта сумма очень большая У многих домов То есть это виртуальные долги От бывших хозяев Которые больше не живут Но долг числится на доме Почему их не убирают из списка Спасибо Ну может я начну Отвечать сразу Те счетчики Которые мы устанавливаем У себя в кооперативе Которые я Ну вообще Технические характеристики Которых я изучал У них как правило Срок службы 10 лет То есть электронная часть Рассчитана заводом Изготовителем на 10 лет Но этот срок достаточно сильно зависит от того Как вы будете часто считывать показания То есть чем реже считываются показания То есть там устанавливается Программируется интервал Когда активизируется система радиопередатчика И в зависимости от этого Может быть сокращено На стандарты Это если нормально пользуешься 10 лет А вот по поводу батарейки Это батарейка Это определяющая В этих приборах определяющая батарейка Она рассчитана при нормальном режиме работы На 10 лет Плюс 1 год Это год реализации Потому что Производитель когда производит Он же не знает Он завтра продаст Или через полгода Поэтому вообще В принципе Расчетный срок Службы аккумулятора 11 лет А сразу вопрос Нельзя ли поменять батарейку Нет они не меняются Потом давайте говорить Я вот давно Я такого рода технику использую За 10 лет настолько уходит вперед все Что там уже и стандарты меняются И возможности меняются Поэтому через 10 лет что будет Предугадать трудно И смысла там особенного загадывать нет Этот прибор просто Он стоит порядка где-то 18-19 евро Выкидывается и ставится Новый в конце концов Если надо Ну и второй вопрос Мы по-моему затрагивали эту тему Еще в прошлой передаче Почему долги старых владельцев Тех кто когда-то владел квартирой Продал ее Остались долги Они висят до скончания века Вот на этой квартире На этом доме В двух словах требования государства Иначе Как-то иначе это обозначить невозможно Потому что По пути к вам тоже думал Вот ну вот Как-то Опять же таки Перенося Темы прошлых передач На сегодняшний день Про долги Про то Как поставщики требуют их Со всего дома Несмотря на то Что вы Исправно платите Как теперешние жильцы С одной стороны С другой стороны В законе сказано Что Остальные жильцы Должны быть информированы Про то Какой долг Висит на доме Потому что Это угроза Всему дом И к сожалению Вот эта глобальная проблема Долгов Она глобальная Ее пытаются сейчас Решить Какими-то Локальными решениями Это невозможно Ну глобальные проблемы Нужно признать Что это Проблема всего государства Это не проблема Конкретного дома Это не проблема Конкретного управляющего Это не проблема Конкретного поставщика Это глобальная проблема Государства Законодательство Законодательство Именно так Из этого Ее можно и решить Глобально Вы Наверное Сколько мы Отресли Первый год Уже более 10 лет Тогда мы Пережили Уже Как минимум Два кризиса Которые были В коммунальной сфере И Тогда Лопались Первые частные Большие компании На то время Которые были И тогда Уже В городе Тогда решали А как быть Потому что Оказалась ситуация Что Жильцы не знали Что на их доме Висит какой-то Большой долг Который Владельцы квартир Платили Как бы этому Частному Дому права Частный дом прав Не доводил эти деньги До Поставщиков Тепла и воды И С тех пор Как закон Тогда И Ригас Силтамс И Ригас Судамс Выставляет Своих Домашних страничках Информации Про то Какой долг Висит на доме И домов прав Должен информировать По закону О том Что вот этот долг Такой висит Чтобы Привлечь внимание О том Что такая проблема Есть Что ее нужно решать Это лишь Лишь вопрос О том Но я еще Подтяжу То что сказал Айвар Что эта проблема Созданная Законодателями И создана Она в основном В период Когда был Ипотечный Кризис Потому что Никаким образом Лиц И ух И вот это Все Накатило То что Требование О взыскании Было По законодательству 4-5 лет То что Банкам Были даны Все преференции И все это Законодатель Но я не хочу сказать Что осознанно Но он не понимал Вообще Осознанно 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 Сергей Я вспомнил Просто Свою борьбу С ветерными мельницами Действует Обратно Когда очень Трепетно Доказывали Законодатели О том Что Необходимы Изменения В законодательстве Иначе Это будет Вот такой Крах И Министерство Экономик Наслышало Пыталось Продвигать Этот законопроект Как только Это Проходило В саммит Там все Заострывало И вдруг Внеоткуда Из банковской Ассоциации Появляется На столе Целый Изучение Адвокатов Коллегии Адвокатов О том Что В законодательстве Какие-либо Изменения Невозможны Это Прочеворечит Конституции Римскому праву Римскому праву Мы когда-то Считали Русским языком Просто фигевали О том Ну Насколько Это может быть Нагло Агрессивно В благо Одной Какой-то Сфере Открыто Лоббировать И наплевательски Отношиться К коммунальной Сфере И еще Больше Когда начался Кризис Все помнят Что было Специальные Изменения В гражданско-процессуальном Законе Когда Дому прав Подавал Подавал Иск На должника Получал Уже Уже Исполнительный Лист О том Что сейчас Нужен взыск У банка Как у кредитора Была возможность На год Отложить Аукцион Чтобы ничего Не взысковалось А дом Продолжал Каким-то образом Пользоваться Всеми благами И теплом И водой И вывозом мусора И с содержанием Официально В законодательстве Прописанное Право Банков Просто Остановить Взыск Без объяснений Никакого рода Просто Одно Одна строчка Отложить на год У них было Такое право Давай тогда Скажем Прямым текстом Что законодательство Открытым текстом Возложило Обязанность На собственников Квартир По капризу Банка Содержать год Это имущество Потому что Старый должник Уже все Он аннуливован Нового собственника Нету И никто Никому Предъявить Претензии Не мог И поэтому Если мы говорим О тех долгах Вот что спрошу Радиослушатели Это основная Часть долгов Была порождена Именно тогда Причем я замечу Что государство Заметило Что банкам Очень тяжело На сегодняшний день С теми Непогашенными кредитами И в этом году Наше государство Которое Очень заботится О гражданах Позволило банкам Списать Эти кредиты Глухие Без Потерь Ну скажем так Без финансиальных потерь Но Жители Собственники Квартир Как были Таки Остались Должны Я Единственной Справедливости Ради Хочу сказать Что после 2008 2010 Года Ситуация Поменялась И Вот те Громадные Долги И накопления Громадные Они Либо Последствия Вот этого Банковского кредита И этой Вавровской Политики Государства Либо Это бездеятельность Управляющего Потому что На самом деле Сегодня В принципе Она долговая проблема Существует Но не в столь остром порядке Я еще расскажу Про историю Эти же изменения И отношения К банкам К теперешней ситуации Это же далось Нашей крови В принципе Потому что Те же самые У меня было Лично У меня как у частного Дома права Было три иска До высшего суда Где официальный банк Который существует Даже сейчас В Латвии Они отказывались Платить кабиналку Просто отказывались И просто тянули время Ну На выдержку Ну В какой-то момент Вы наверное Устанете Нет Мы не устанем В прошлой передаче Я говорил Такая же ситуация была И в начале РНП И я собирал все банки И говорил Мы будем просто Выбирать деньги И ломать договора С вами Потому что Это уже Эти суммы Были очень большие Но вы говорите Господа о банках Но есть Тоже По крайней мере В городе Риге Есть очень большой Должник Я бы сказал Самый большой Один должник У которого Есть очень много Имущества Это город Город Рига Которому Принадлежит Очень много Квартир И в то же время Его арендаторы Этих квартир Остались Очень много Должны К тому же Рига В этом доме По моему Три квартиры Были Квартиры Самоправления И на них Висел долг Около 15 тысяч Евро И получается Так Квартиры Принадлежат Самоправление Самоправление Не платит За тепло Мы Перенимаем Дом Рига Судом С ней Подключает Тепло Из-за того Что Там Должна Самоправление Я как-то Обратился В город Говорит Ребят Как-то Вы И спереди И сзади Ну покройте Сами Свои долги И подключите Пожалуйста Дом Потому что Долг Именно Настолько Большой Насколько Большой Долг Этих Квартир Которые Принадлежат Именно Самоправление Именно Там Тради комичная Эта ситуация Была Через Большие Скандалы Вместе С жителями Шли Депутатам Показывать Что Так Не должно Быть Это Какой-то Абсурд Если говорить О городе Уже Затронули Вопрос Я когда Поинтересовался Как Действительно Количество Квартир На тысячи Миряется Как Если у них Есть Арендатор Не важно Он платит В департаменте Числится Арендатор Бюджет Никаких денег Не выделяет То есть В бюджете Планируется Только Покрытие Счетов По тем Квартирам На которые Ну невозможно Найти Арендатора Так я понял Значит Если Арендатор Не платит Сейчас Но сейчас Это опять-таки В результате Судебных процессов Нам удалось Добиться Что Город Подписывает От своего Имени Договор Как обычный Квартирный Собственник Ну и В течение Если трех Месяцев Арендатор Не платит То он Его либо Выселяет И оплачивает Этот долг И либо Продолжается Но это проблема Которая Как я уже сказал Она накапливалась Годами И если Сегодня Взять долг Дома Вот Скажите Там 80 тысяч Ребят Давайте Посчитаем Незаконно Начисленные Штрафные Санкции Которые Там будут Присутствовать И которые Конституционный Суд отменял Давайте Посчитаем Долги Города Давайте Еще Посчитаем Ту бездеятельность Которая Была Проявлена Я не скажу Что это было Злонамеренно Объективно Не взыскивал РНП Потому что Тот же город Как политический Владелец Говорил Так Ну хорошо Ты выселяешь Моего клиента На улице Я тут же Ему должен Предоставить Жилье Ну понимаете Замкнутый Поэтому В данном случае Ну по долгам Я бы закончил так Что первое Требуется решение И оно острое решение Какая бы власть В городе ни была Это решение По долгам Ипотечным В первую очередь Вот этого периода Ипотечного кризиса То что застряло И уже все Человека все взыскали Квартира реализована Собственника нету Не только Здесь В Курдоме Но зачастую Собственники Давно уже покинули Латвию Его не найдешь И что делать С этими суммами Абсолютно непонятно Да сделали Маленькую Маленькую подвижку Сейчас Можно списывать Долги Передвигать сил Среди государства И вывоза мусора По Тем лицам Которые Умерли Ну Нельзя было До этого И второе Можно списывать Долги Которые Если человек Прошел Официальную Процедуру Неплатежеспособности Это После 10 лет Когда уже Практически Все последствия Ипотечного Кризиса Они уже Рассосались Поэтому Мой совет И радиослушатели Если Вам предъявляет Такой долг Вы Проявите Настойчивость И потребуйте Расшифровки Вам не надо По квартирам Вам надо По позициям В первую очередь Сколько Штрафных Санкций Сколько Долги Квартир Самоуправления Сколько Долги Там И за что Да У нас просто Очень много Звонков Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро Вы в эфире Ну я понимаю Что Рига Снамо Парлам Это В их интересах Копить долги Человек Не заплатил 100 евро А через 10 лет Это будет 10 тысяч евро Долг у него 100 евро А проценты Набежали Поэтому К ним Обращаться Бесполезно Я вот Обращаюсь Если Бедриба Есть И люди Могут Волевое Решение Вот скажите Пожалуйста Что Можно Отключать Человеку Который Начинает Не платить Долги Что ему Воду Холодную Горячую Что можно По закону И что нельзя Вот вы как законники Скажите Вот так надо действовать Во первых Ну я скажу так Что если вы хотите По закону То Можно отключить То что Отключение чего Не приводит К Потере Этой услуги Другими То есть Если Воду То в квартире Надо отключать Если Отопление То это Бессмыслица Потому что Очень большой Теплообмен Между стенами Идет И человеку Который Отключает Отопление Ну он Не сильно Почувствует Проблему Можно Пытаться Отключить Канализацию Но это Тоже В квартире А тебе Я хочу Спросить Во первых Мы еще Хотим Бойню Устроить Тогда Давайте Пойдем Дальше А кого Может С какого Момента Расстреливать Можно За это Дело В том Что Во первых Давайте Говорить Так Что Причина Возникновения Долга Обстоятельства Которые Ведут Долга Они Очень Деликатные Зачастую Вламываться Скажем Так Вот Ты Давай Объективная Речь То Что За домом Был Если Будет Долг Я считаю На 60 Квартирный Дом Долг В среднем Будет Постоянно Держаться Где-то Порядка От Полутора До Двух Тысяч Точно При Идеальной Платежной Дисциплине В силу Разных Временных Задержек Второе Отключать Можно Еще раз Повторюсь Есть Соответствующие Правила Кабинета Министров Как Можно В каком Порядке Отключить Вынесены Допустим В коридор Я подошел Мне никуда Вламываться Не надо Я взял Закрыл Отключил И так далее Хотя Какая будет Санитария В доме После того Мы отключим Конкретные Квартиры Воды И канализацию Я не знаю Что быстрее Кто кого Победит В этом Случае И Второе Надо Наверное Думать О том Что Ниджи Каким образом И Сегодня Предпосылки Для этого Созданы Текущие Долги Чтобы Не росли Чтобы С должниками Это очень Индивидуальный Процесс Он по разному Решается Можно решить Переговорно Можно решить По суду Можно решить Предупреждениями Это целая Технология И на сегодня Многие пользуются Давайте я вам Приведу Такой пример Отчего Эта Часовическая Дума Должна решать Вопросы Подключения Тепла В Риге Достаточно Немало Частных Домоуправлений Я приведу Кооперативный Сектор Мы обслуживаем Около Миллиона Квадратных У нас нет Проблемы Подключения Тепла Вообще Как таковой Нет Это не Битва За урожай Это не Внезапно Выпавший Среди Зимы Снег И так Далее Мы готовы Мы готовы И мы ждем Просто погодных Условий Чего Допустим Насколько я знаю Есть достаточно Крупные Частные Домоуправления У них тоже Каких-то Вопросов Нет Никто Не Тебе Бедит Жители Что мы Отключим Подключим Отчего Это вдруг Самое Крупное Предприятие Да еще С поддержкой Самоуправления Теперь Будущий Мэр Заявляет Мы будем Решать Как Деньги Платить Будете Мэр Не будет Решать Это Политическое Решение Это Другой Момент Момент В том Что Уже Сначала РНП С 11 В принципе С 12 Года Тепло Было Подключено Всегда И она Может быть Подключена И сейчас У РНП Проблем Нету Финансовых Проблема В другом РНП Получила Очень Много Разных Заключений О том Что она Может Или не Может Делать Как Самоуправленческое Предприятие Не как Обслуживающие Компании А Самоуправленческие Предприятия И одно Из тех Что она Может Тратить На Подключение Тепла Только Те Деньги Которые Заплачены Для Подключения Тепла И все Это Их Проблема Мы Сейчас Сделаем Небольшой Перерыв После чего Продолжим Программу Добро Пожаловаться Я вижу Телефонные Звонки Мы Сразу После Прерыва Будем их Лучшие Рецепты Капусты Ищи На ViaSMS.LV ViaSMS.LV Эластичный Заем Нам Доверяют Небывалое Предложение От Болтком В сентябре Подключи Телевидение Болтком С интернетом По супер Низкой Цене Только 5,95 Евро В месяц Не переплачивай Выбирай Болтком По супер Низкой Цене Зайди Болтком.LV Или звони 2737 400 Болтком Качественное Телевидение На одной волне С городом Радио Болтком Продолжается программа Добро пожаловаться Напомню, что в нашей студии Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Первый председатель правления Рига Снаму Парвалдник Эрвин Страупе И председатель правления Бывший тоже Рига Снаму Парвалдник Айварс Гонтарев Да, мы вот как раз Закончили на том, что будем Принявать или вы хотели Добавить Я просто добавить Я так понял Председатель Бедри Звонил И спрашивал Что и как делать У нас тоже В свое время Именно в то время Когда этот был Наглый законопроект Принят О том, что Банков Есть право Отклонять На год Взыск На эту конкретную квартиру Это к нас Как дамправо У нас тоже было Такое Как Близко К такому Мы хватались За ломики И кувалты Что делать Что отключать Потому что Наглым образом Продолжать Мы понимали Что это еще год Будет продолжаться Как минимум Но мы тоже Были довольно-таки Уже агрессивно настроены Мы прошлись По каждой из коммуникаций Что можно Что нельзя Какие будут Последствия И так далее Мы действительно Вот прошлись И по воде По канализации Ну К канализации Там есть какие-то В каких-то случаях Есть доступ Может какой-то шарик Надувать И так далее Которые Но его можно Прокалывать Да Ну и антисанитрия В доме появится Так и так Да Если вы отключишь Холодную воду Ты по нормам Должен ему Обеспечивать Питьевой водой И так далее Тепло Абсолютно Невозможно Из-за Даже замерения Где мы потом Реновировали дома И ставили Отдельный учет Тогда там И регуляторы Тогда там Где квартира Была полностью На нуле А на стен С верха И снизу С потолка Они получали Тепло Которое Квартира давала Около 15-16 градусов То есть Он не страдает Страдают все остальные Но он не страдает Единственный Нормальный путь Это путь Быстрых переговоров Да Да Нет Нет Что случилось Да Ну скажи Что ты можешь Что не можешь Если не выполняется Обязательство К сожалению Это судебные иски И довольно таки быстро Но действовать нужно быстро Да Это единственный путь Нету Мы прошли через это Поверьте Нету нормального решения Агрессивно что-то Отключать Это не решение Нужно быстро Переговариваться И быстро к юристам Надеюсь Мне как бы Много приходилось Договорами работать Как можно было Заключить договора Там с Рига Силтон С Рига Суден Что нам У Парбалднец Перечисляет им Деньги За услуги Там до 20-го Рига Силтон И до 25-го Рига Суден Зная Что жильцов Так сказать Дает жильцам Срок До конца месяца Естественно За эти дни Так сказать По закону Они должны Выставлять пени И вот сейчас Получается Как аудит Установил Что Рига Силтон С таких пени Накопил И выставил Нам У Парбалднец 1,6 миллионов Ну Примерно Где-то столько Будет Рига Суден И Нам У Парбалднец Собирается В общем Эти деньги Как бы Ну В следующем году Ну Жильцам Выставить Как Абсан Якошна Сыздолми Это получается Знаете Как бы Какое-то Злоупотребление Потому что Ну как Если Нам У Парбалднец Не мог Там С Рига Силтон Что он Уперся Нет до 20-го Ну Надо было Подключать Рижскую думу Концы концов Подведомственные Рижской думы А не то Что перекладывать Опять На Жильцов Как это На У Парбалднец Еще любят Перекладывать Как это Вы могли Такие договора Понятно Спасибо Расскажу Очень хороший вопрос Потому что Это Один из Ко мне И преткновение Было При подписании Договоров С Рига Силтон С Рига Силтон С Рига Силтон И историю Чуть Расскажу В РМП В свое время Было По одному Или по несколько Договорам По предместе Риге Про Рига Силтон С Рига Силтон Потом По участкам Вышло в свет Новое законодательство Которое Огласило Что на каждый дом Должен быть По отдельному договору И Начался Процесс Перезаключения Договоров С Рига Силтон С Рига Силтон И конечно же Это один из Пунктов Был Который стоял В нашем спиннике Который нужно Менять Потому что Нет логики С той точки Зрения Что если Вы хотите Как поставщики Рига Силтон С Силтон Через нас Получать деньги Мы свои деньги Получаем 31 Нам нужно Еще какие-то 3-4-5 Рабочих дней Чтобы обработать Всю информацию И тогда Через 5 рабочих дней Например Перечислить То есть Оплата Этого счета Должно быть Не 25 Числа Текущего Месяца Где-то Числа 10-15 Еще следующего Месяца Который будет Но тогда Получается Большая разница Для поставщика Это Получается Раз Почти полтора месяца Когда он После этого Получает услугу И На что Нам Рига Силтон Средизован Сукзал Извините Наш договор Подкреплен Законодательством Мы ничего Абсолютно Ни один пункт Не можем Менять Но что Было Достигнуто Достигнуто Было Внегласное Соглашение Поскольку Они Как Рига Силтон Не могли Менять Этот пункт Договор Он закреплен Под законодательством Им это Никто Не позволял Было Не вгласное Такое Соглашение Ребят Тогда не трогаем Штрафных Санкций Вот этот пункт Вообще Не трогаем Потому что Рига Силтон Знает Что Раз в год До подключения Отопительного Сезона Всегда Получат свои деньги Всегда Более Расскажу Что Все Все время Конечно Рига Силтон Тоже нужно Рассчитывать Своими Поставщиками И каждый раз Когда у них Был стресс Что Слишком мало Денег Я сам Лично ехал К их Финансовым Директору И показывал Каждую цифру И каким Образом Мы общались Каким Образом Мы можем Ускорить Поток денег Чтобы Возможности Меньше Было Какое-то Негативное Влияние На их Расчет И все Остальное Ну Это Опять же Так Это Брак Который Уже Заложен Уже В законодательстве И здесь Вдруг Вдруг Рига Силтон Начала Применять Перед Прошлым Отпетельным Сезоном Штрафные Санкции Нам Выставить На мой Крик О помощи И Ну К Здравому Смыслу Что Что Вы Делаете Сейчас Потому Что Они С одной Рукой Насчитывали Эти Страфные Санкции С другой Рукой Когда Принимали От РМП Деньги Которые Поступали Которые Платили Платильщики Да Они Покрывали Эти Штрафные Санкции Тогда Тот Евро Который Заплатил Платильщик Поступал В Рига Силтон За Погашение Не самого Даже Долга А штрафных Санкций За Неплатильщика Ну Это Абсолютно Неправильная Система И Это Все Обсуждалось При Одном Столе С Рига Силтон И С Мэром Города Не договорились Не договорились Решили Что Эти Эти Штрафные Санкции Пока Повисят В воздухе На мое Предложение О том Что Раз Вы Боитесь Госконтроля Или Вам Что-то Не позволяет Регулятор Давайте Их Позовем За Стол Все Присядем И Все Договоримся Да Потому Что Можно Покажем Полностью Как Что Происходит Как Этот Евро И Евроцен Который Поступает От Жителя Как Он Поступает Каким Путем В Рига Силтумс И Что Они Скажут Потому Что Все Говорят Что Нельзя Но Никто Не Говорит Что Можно Это Опять же Так Дефект Той Ситуации Что Есть Проблема В Государстве И Все Притворяются Что Ее Нет А Давайте Спрячем Этого Слона Этого Слона Здесь Нет В Этой Проблемы Здесь Нет И Каждый Решает Исходя Из Тех Ограничений Которые У Него Есть Той Жир Силтумс Он Говорит У Нас В Договоре Написаны Штрафные Санкции Мы Должны Примять Нет Это Право Нет Мы Должны Потому Что Госконтроль Сказал Давайте Присядем С Госконтроль И Спрашим Спросим Вы Должны Или Это Ваше Право Нет Не Будем Садиться За стол Ну Сейчас Надеюсь Что Есть Возможность Всем Сесть За стол Сквозная Колиция И Решить Вообще Госконтроль Это Такая Гидра С тремя Головами Потому Что Если Посмотреть На Состав Акционеров Почти 50% Принадлежит Государ Что Почти 50% Принадлежит Веческой Думе И 2% Принадлежат Каким-то Неизвестным Лицам Известным Лица Известным Ребята Давайте Без фамилии И Эти 2% Этой головой С 98% Крути Как хотят Потому Что Когда Ты спрашиваешь С кем договориться А вот Неясно Не можем договориться Когда Я спрашиваю Что Государство Самоуправление Не может договориться Нет Мы не можем договориться Но Сейчас Же Могут Потому Что 98% А 2% Нельзя Откидывать Это же Коалиционный Совет Но Ребята Нельзя Откидывать 2% Дальше Если можно Я просто хотел сказать Чтобы понимали Во первых Механизм есть Нужно менять подход Ясно Что Рига Светлым Со свое время Нужно рассчитываться За полученное тепло А поставщикам тепла За газ Ну ясно Там цепочка Ты ее не переломаешь Ну я не знаю Но в нашем кооперативе Уже давно освоились С тем Что Мы Перешли Еще лет 20 назад На авансовую Систему платежей Когда Люди Платят За тепло Слегка Больше Чем По счетчику И авансом Таким образом Во-первых У нас нет никаких проблем Во-вторых Каждую весну Эти деньги возвращаются назад Более того Эти авансы ведут к тому Что Не секрет Что если посмотрим По климатической статистике То Октябрь Ноябрь Декабрь Это достаточно теплые Месяцы в Латвии А вот сейчас Сместилось так Что февраль Март Почему-то И может быть Немножко января Они очень холодные Так вот То что мы набираем Авансом до Нового года Мы потом За счет этого Ну Компенсируем Часть роста Вот этого Этой нагрузки Так что Вещать можно Если ты Само Домоуправление Которое само Решает свои вопросы В согласии с собственниками И еще Про Вигас Уденс Это тоже монстр Который на 100% Принадлежит Это на 100% Реческой Думе Но я хочу сказать А кто-нибудь Задумывался над тем Что к этим Думе евро Что мы сейчас платим За каждый куб Фады Реческая Регас Уденс Не обладает Внутриквартальной Сетью домов То есть Он является Поставщиком До какого-то Колодца На магистрале А все остальное Забота О всех Внутриквартальных Магистралях Он возложил На потребителей Мы просто сидим Сейчас Как представители Собственников И трясемся Потому что В один момент Рванет Вот через мои дома Проходит Как была прокладка Потому что Сети Я объясню Для слушателей Они же выстраивались До постройки дома Или во время Постройки дома Они настолько старые Все Магистральные сети Внутриквартальных Как и дома Им давно Прошло время И открываем Правила Логической Думы Сависом Стоя Стоя Отриками Граница Ответственности От Границы Земельного Участка А мне интересно Вот мой дом Стоит на частной земле То есть На земле Господина Шридки И вот От границы До границы Несет ответственность Именно он Кто И не знаю От границы Земельного Участка Там еще интересно Было От красных линий То есть Если мы знаем Улицу Илуксус Я конкретно Рассматривал Этот вопрос Там Весь Внутриквартальный Все Внутриквартальные Сети Они Как бы Ничьи Они и сейчас Ничьи Там Извини Нам удалось Получить Не поверите Стопроцентное Голосование Всего Квартала Всех домов В этом квартале И домов РМП И домов Которые Я сам Лично Был На этом Собрании И объяснял Почему Это нужно Все проголосовали И эти Именно Этого квартала Сети Передали Рига Суду Удан С таким Большим Получите 100% И передайте Нам 100% Голосование Всего квартала Не идет Веча О том Что Передать Потому что Они В этом Смысле Я хотел Сказать Что Рига Сил Сил Наиболее Поверечная Организация Она В свое Надлежащая Ей Внутри Квартальной Отводки Разводки Она Всем Предложила Сдать им По символической Цене Но мы По актам Передали И сегодня Рига Сил 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 Не вызывает Сомнение Зона Ответственности От счетчика То есть До счетчика Тепла Отвечает Рига Сил Трус За все Трассы От счетчика Тепла И до Конкретного Потребителя Отвечает Домоуправление Или дом А Рига Есть какая-то Условная Точка Куда оно Обязуется Поставить А если Таких Границ Пять То и не ясно Где И это все Нормально Считается Это все При том Что Давайте Говорить Так У меня Сегодня В кооперативе Стоимость Подогрева Куба Горячей Воды Где-то Три Три С половиной Евро А куб Холодный Уже Стал Стоить Два Вернулись Старым Тарифом То есть У нас Скоро Будет Та же Самая Советская Система Когда Бутылка Набзана Будет Стоить Дороже Чем Литр Бензина К этому Надо Готовиться Один Город Одни Коммунальные Системы Вода Тепло В принципе Сопоставим Чем Системы Разные Почему Это Не упростить Все Раз Есть Порядок Город Наведем По одному У нас Буквально Остается Еще 5-6 Минут На один Вопрос Здравствуйте Здравствуйте Ну вот Я смогу Вам Как бы Дать Рекомендации Так как Понимаю О чем Идет Разговор Здесь У вас Идет Проблема О том Как Покончить Раз Навсегда С долгами Первое Что В Настоящее Время Сегодня Есть Такая Что Когда Войдет Отчуждение То есть Недвижимость Да Вы Регистрируете Земельные Книги Вы Не можете Регистрировать Если Есть Налог На Недвижимость Годовой Вас Земельная Книга Не Регистрировать Так же Можно Сделать Этот Вопрос И По Электричеству И По Воде И По Всем Коммунальным Нельзя Регистрировать Отчуждать Пока Не Будет Это Сделано То есть Не Будет Уплощен Долги Эти Стороны Могут Принять На Себя Или Покупатель Или Продавец Если Нет Продавца То По Закону Возложить Это Спасибо Я могу Сказать так Можно Я Абсолютно Согласен Можно И Просто Можно Да Но Я Участвую Во всякого Рода При Разработке Предложений Какие Не Создавались Общественные Советы Еще Примая Агентура До этого При Агентстве Приватизации Я Очень Где-то С 90 Наверное Восьмого Года Во всех Эти Вот Ну Скажем Так Собраниях Участвовал Мы Постоянно Этот Вопрос Подымали Юридического Бюро Не комиссия Юридического Бюро Сейма Это Все Тщательно Вычеркивалось Видишь Налог Можно ЦЗД Можно А кому Нельзя Вот Нельзя Сравните Эксплуатацию Дома Сахар Тех Обслуживание Автомобилей Тех Освободив Тоже Скажем Нельзя Но На самом деле Отголоски Этого Предложения В нынешнем Законе Кастрированный Вариант Остался В нынешнем Законе Квартирной Собственности Написана Одна фраза Что Продавец Обязан Оповестить Покупателя О том Что есть Долг Обязан Это была Первая часть Фразы А вторая Что если Не оповестил То вина За долг Переходит На покупателя То есть Если покупатель Не поинтересовался Что он Приобретает На это Вычеркнули Это вопрос Так Уважаемые Радиослушатели Вопрос К Сайму Вопрос Не по адресу Домоуправления Это давно Уже Предвидели Он правильно Воспринял И нам Нам тоже Так оказалось Что это Очень просто Да Да Вот есть Силы Которые Сопротивляются Сайми Темные Темные Не так Бананно Просто Но эстонцы Я уже устал Говорить Эстонцы Давно Нашли Решение Этой Проблемы Да Ну Еще один Еще один Звонок Здравствуйте Пожалуйста Если Можно Коротко Опять Яна вас Беспокоит Все понятно Очень хорошо Объяснили Слушатели Объясните Еще один Момент Почему РНП Сейчас Рассылает Значит Опрос Хотим ли мы Жильцы Перейти напрямую В Рига Силтум И что Это дает Жильцам Ведь отключить За долги Дом нельзя В смысле Квартиры нельзя Вы понимаете Да Что Вообще Люди Приобретают За переход Напрямую В Рига Силтум Ты же понимаешь Спасибо Наверное Я отвечу Скажем так За последнюю неделю Мы услышали Самую хорошую Новость От политиков Если бы я сейчас Избирался депутатом Я сказал Благодаря мне И моим товарищам Кто-то услышал Но нет Это не благодаря нам Это благодаря Клиентам РНП Которые очень Большим голосом Подняли эту проблему И препятствовали Таким принятием Решения И Будущий мэр Я надеюсь Будущий Он будет мэр Господин Статис Сказал Можете Это все Выкидывать Господин Целинцис Сказал Не обращайте Внимания Так что И теперь Выбрали новое Правление Этого РНП Частично Новое Но совет Новый Так что У нас есть Большая надежда Что это все Можно будет Не принимать всерьез Что это дает Или не дает Клиентам Клиентам Это дает Круглых Примерно 50 евро Цифру В год Которые Они должны Доплачивать К своему Новому счету Скажем К Силтумсу Еще никто Не посчитал Сколько это Обойдется Рига Сауданца И так далее Если вести Прямые Расчеты И поэтому Что второе Дает Тепло Не будет Подключено Не так И не так Если Это не будет Волевое решение Какое-то Тепло Не подключат Потому что И По отдельности Если будет С каждым клиентом Договор Все равно Будет считаться Весь общий долг На весь дом Тут же Эрвин Очевидная Выгода Она круглая Круглый Ноль Круглый Ноль Для жителей Это круглый Ноль Почему Получается Что напрямую Казалось бы Ведь тут Есть посредник Давайте так Перестанем Дувить Значит Нету Никакого Напрямую Есть Договор Между Представителями Дома Домоуправления Либо Бедри Неважно Кто И Вика Силтонс Где сказано Что потребителем Является Копи Это по закону Является Общая Собственной квартиры Поскольку Эту услугу Внутри Нельзя разделить Никак Индивидуализировать Это правильно Это с одной стороны При этом Прямые платежи Вроде бы Вот есть Какие-то Вороватые Домоуправления Которые эти деньги На тепло Куда-то там Берут И уносят И так далее Идея была такая Платите напрямую Значит Сразу Я полностью Соредарен Северин Никакого Изменения В проблемах С подключением Тепла При наличии Долгов И должников Это не меняет Это только Облегчает Жизнь Вигас Они могут Сказать А мы ни при чем А вы напрямую Платите Они не будут Больше заложниками Этой проблемы И они для предприятия Конечно Очевидное улучшение Потому что Они действительно Не должны крутиться Как уж Чтобы как-то Отвечать и политически За ситуацию И социально Вообще Нести на ответственность Второе То что Вигас Силтумс Уже не моргая глазом Давно объявил 3,47 Стоимость счета Это их затрата На выписывание счета Просто ежемесячно Плюс 2 евро На почтовые расходы 5,47 60 евро в год Отдайте Ригас Силтумс Ведь если бы Прямые расчеты Были прописаны Законодательно То это была бы Услуга Которая регулируется Тарифным регулятором И наверняка Вот это вот Абсурд Что мы там 3,47 Ставим выписывание счета Но это абсурд Просто Если это умножить На 150 тысяч Клиентов На такую базу Не дайте мне этот бизнес И это сделать Ну а дальше Давайте так Какие деньжищи Сейчас теряет Домоуправление Оно тоже может Выписывать За каждую позицию По 3,47 Ну это Ну это абсурд Это абсурд Поэтому на него Не надо вестись Точно так же Сейчас абсурдно На мой взгляд Начинается Опросы в Ригас На Ампаровник Насчет счетчиков С дистанционным учетом 61 евро Ко мне обратились Там жильцы Соседнего дома Им предлагают Что вроде бы Они получили Три предложения 75 Там 69 И 61 Самое дешевое Ребят Но это только В результате Очень тайного Конкурса Можно получить Такую цену Потому что если вы Просто позвоните По фирмам Тем же Это вы получили Совершенно другие цирки Давайте тоже Сделаем опрос Радиослушатели Скажут Ну Они хотят Чтобы мы Приходили еще Или не хотят Надоели Судя по количеству Звонков Которые продолжаются У нас С сожалению Время программы Завершилось Наверное Все-таки Они хотят Потому что Очень много вопросов И кстати Мы наверное Из них что-то Перебил Но мы наверное Сервина много Что можем ответить У нас накопилось За все это время И опыта И всего Так что радиослушатели Могут задавать Фактически любые вопросы Да тем более Что вот начинаются Эти звонки Еще на прошлые наши Вот я имею ввиду Вот с 9 до 10 Уже люди Начинали задавать Вопросы Вам Так что Если есть возможность Может быть продолжить Еще беседу Мы только за Если радиослушателям Мы интересны Если это клиентам Помогает Значит мы это будем делать И просьба только одна Все-таки чаще пользоваться Ватсапа Можно задавать вопросы Есть вещи Которые можно Приготовить И ответить Уже конкретно Не вообще По всему городу Или просто сориентироваться О чем люди хотят Что слышать Чтобы так Ну что же Спасибо большое Сергей Сидорко Эрвин Страуп И Айверс Гонтарев Сегодня были в нашей студии И это была программа Добро пожаловаться До следующего понедельника До свидания До свидания Всего доброго